Продолжение следует... 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 Дать инструменты... Продолжение следует... планированию, так как они отражают данные из первичных документов, то есть уже фактические расходы из уже осуществленной деятельности, предприятий и так далее, то есть это уже потраченные фактически средства. А задачи финансового планирования заключаются в создании и поддержании равновесия между целями, финансовыми возможностями и внешними условиями, для чего производится прогнозирование финансовой деятельности на длительный период. То есть финансовый план, как правило, если вы составляете, то вы составляете его как минимум на месяц, оптимально на год, а идеально это на 5 лет. Давайте рассмотрим методы финансового планирования. Существует несколько методов, я здесь указала только три. Остальные методы вы можете очень легко найти с помощью Google и выбрать для себя оптимальный метод финансового планирования. Давайте рассмотрим самый популярный, нормативный. Сущность этого метода состоит в том, чтобы с помощью уже определенных заранее норм определить, сколько ресурсов необходимы компании, а также их источники. Этот метод в основном используется уже крупными компаниями, которые не один год на рынке и у них уже есть аналитические данные за предыдущий период их деятельности, да, предприятия. То есть они могут анализировать, сопоставлять и таким образом прогнозировать финансовый план на текущий период и на будущий период. Балансовый. С помощью данного метода соотносит фактическую необходимость в ресурсах и их доступным количествам организации. Допустим, у вас есть действующий бизнес, да, допустим, ресторан. В связи с пандемией вам необходимо усилить службу доставки. Для того, чтобы не арендовать машины или не использовать услуги аутсорсеров, водителей, да, и так далее, то есть не тратить, ну, не нести затраты по оплате курьерам и так далее. То есть со стороны, да, вы хотите приобрести два автомобиля, нанять, допустим, своих курьеров и тем самым добавить дополнительную услугу для своего ресторана. И вот это уже относится к балансам. Расчетно-аналитический. С помощью определенного показателя рассчитанного или достигнутого компанией, а также при известных изменениях данного показателя в плановом периоде можно рассчитать плановую потребность в ресурсах. То есть здесь уже показывается сезонность. Мы можем рассчитать, да, то есть в январе покупательская, опять же, активность, она растет, значит, мы должны понимать, что в начале декабря мы должны пополнить свои запасы с учетом того, что покупательская активность в том году, она вырастет. И до середины января у нас должны быть запасы, так как это выходные дни, так как это активные покупатели все равно будут приходить, будут совершить покупки и так далее, и так далее. Вот. Вот с этим учетом. В целом метод оптимизации плановых решений. Что же это? Разрабатывается как минимум два или более разных финансовых планов. И среди них выбирается оптимальный. Более всего, который вам подходит. Вот. То есть нужно все равно выбирать оптимальный для себя цель. Обычно при обобщенном финансовом прогнозировании в рыночной экономике учитываются инвестиционно-кредитные возможности. Уже имеющийся опыт финансовой и хозяйственной деятельности известны заранее с большей степенью вероятности в будущее входящие, исходящие в финансовые потоки, характерны для определенных задач. Почему важно, да, учитывать цель? То есть все вы знаете, наверное, да, об остановке цели. То есть она должна быть достижимой, она должна быть реальной. И вы должны четко понимать, как вы к этой цели будете идти. Нужны будут вам кредитные средства, возможно, да. То есть вы должны в своем финансовом плане указать обязательно. Исходя из тех доходов, которые вам поступают, вы должны рассчитать расходы на оплату кредита. То есть заранее позаботиться о том, узнать в каждом банке, какие условия кредитования, какие программы кредитования, какая будет процентная ставка и какой будет ежемесячный платеж. И только рассчитав ежемесячно, сколько вы будете платить, потянете вы или не потянете, перекроет ваш доход эти расходы на оплату кредитов или не перекроет, как бы это будет зависеть именно ваш успех именно от этого расчета. Как вы к этому, с какой ответственностью вы к этому подойдете. Важно знать, что оптимальная кредитная нагрузка вообще как бы для физлица, для юрлица, для индивидуального предпринимателя – это 30% от дохода. И если ваша кредитная нагрузка будет превышать эти 30%, соответственно, она станет со временем непосильной. Возможно, в первое время, когда еще первое время как-то вы будете платить, но не дай бог, если получится третья волна с коронавирусом или еще какой-то кризис или любые какие-то факторы внешние, внутренние в компании, что-то может случиться, что-то приведет к каким-то рискам. Вы должны эти риски предусмотреть. И если эта сумма будет превышать 50% или более, то это приведет к банкротству. Вы это должны прекрасно понимать. Давайте пойдем дальше. Принципы финансового планирования. Основные принципы финансового планирования, от них зависит эффективность в целом финансового планирования. Какие основные принципы? Это распределение приоритетов. То есть очень важно расставить заранее приоритеты. Грамотное прогнозирование. То есть вы учитесь, когда вы будете составлять финансовый план, вы будете учиться прогнозировать, вы будете анализировать. А если у вас есть данные за прошлый период, это еще лучше. То есть вы можете поставить показатели ваших доходов и расходов, сравнить их с предыдущим периодом и посмотреть, где его что упустили. Минимизация рисков и обеспечение финансовой безопасности. Вот о чем я вам сказала. Как раз это кредитная нагрузка, которая должна быть оптимальной, которую вы впоследствии вам не придется перекрывать новым кредитом или еще чем-то. Каким-то продажей, допустим, своих активов, привлечением каких-то долговых средств, то есть дополнительных средств. То есть все вот эти риски обязательно нужно учесть. Хотя бы попытаться их спрогнозировать и стараться их избегать. Координация и интеграция. Обязательно вы должны четко понимать, к чему вы идете, как вы к этому идете, как вы поставленных целей будете добиваться и что вы должны будете делать. То есть если у вас, вот сейчас мы к этому подойдем, как раз оптимизация, да. Если ваш доход, условно говоря, равен расходам, ну это тоже не есть хорошо, согласитесь. То есть в ноль работать не каждому охоту. Когда у вас доход превышает расходы, это идеальный финансовый план. Это идеальная работа вашего предприятия, вас как индивидуального предпринимателя, вас как владельца бизнеса будет полностью удовлетворять такой итог финансового планирования. Но если вдруг расходы превышают доходы, то тут уже нужно приходить к оптимизации. Это идеальная работа вашего предпринимателя. Документов у вас нет, вы не видите учет расходов в виде расходных, чековых, чеков и так далее, разного рода бухгалтерских бумаг, которые требуются для предоставления отчетов в налоговые органы и в иные органы. То есть вы не сможете понять, куда у вас деньги пропадают. Просто вот они уходят, 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 а потом в конце концов получается, когда приходит конец месяца или возникает потребность в приобретении чего-то, а где деньги-то? Документов нет, соответственно, ничего мы проверить не можем и не знаем, куда наши деньги деваются. Тут я хотела привести вам такой пример. 21 января 2021 года на Тедвизоре вышла статья, она посвящена полностью малому предпринимательству и я взяла несколько таких интересных фактов, скажем так. В среднем в России ежемесячно появляется 56 тысяч новых активных бизнесов. Представляете, 56 тысяч. А 28 из них прекращают операции. То есть 50% уходят с рынка и на 50% больше на рынке появляются. То есть есть куда расти. Вероятность того, что предприятие будет продолжать работу, особенно высока после первого года существования. Вот этот вебинар, в принципе, я его адресую тем, кто вообще никогда не вёл в своё финансовое планирование, чтобы люди начали планировать, начали учитывать свои финансы, рассчитывать свои возможности, ставить перед собой цели. И если вы этим никогда не занимались, то это очень интересное занятие, я говорю вам. И вы посмотрите уже по итогам трёх месяцев, если вы будете идти тем советом, который я вам сегодня дам, то у вас получится какой-то результат. Дальше других живут компании малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке. Тоже очень интересный факт, на самом деле. Мы же к Дальнему Востоку относимся. И я считаю, что да, у нас возможности для открытия бизнеса, для работы действующих компаний. Мы очень, ну, в поле непаханное, да, по-русски говорим. В принципе, работать и работать ещё, потому что у нас всё только в стадии такого, только-только начинается. Всё самое интересное впереди. Основные долгожители в малом и среднем бизнесе, естественно, это медицинский сектор и добывающая промышленность. То есть если вдруг вы ещё находитесь в стадии выбора сферы деятельности, да, то вы можете исследовать, провести анализ именно в этих секторах и попробовать себя в этом плане. Но сразу говорю, что предприятия планопромышленности, они не имеют государственной поддержки по госпрограмме. Поэтому придётся там всё своими силами поднимать, проводить. Так, переходим плавно к этапам финансового планирования. Всё, кажется, что всё очень сложно. Ну, давайте мы пройдём как-то официально теоретическое, да, процедура финансового плана осуществляется по этапу. Она включает в себя пять стадий. Оценка финансовой ситуации. Построение основных прогнозов. Создание текущих финансовых планов и формулирование общей финансовой стратегии. Выполнение оперативного финансового планирования. Контроль за выполнением разработанных финансовых планов. Вроде так всё сложно написано, но на самом деле всё легко и просто. Давайте посмотрим, почему. Мы начинаем с чего? Мы ставим перед собой цель. И начинаем максимально продуктивно к ней двигаться. Составление плана у нас происходит исключительно с учётом реальных доходов. То есть мы не планируем, что когда-то я буду там. Вот сейчас вот мы смотрим реальный доход. Сколько я получаю в феврале или сколько я получил в январе. Давайте, если вот у вас есть показания, данные за январь, и вы их знаете, да, все расходы какие были, доходы были. Начните с января. Из какой реальный доход в январе вы получили? И вот из этого расчёт идём. И какой реальный доход в феврале я получу? Научитесь знать цену любого товара, продукта, услуги. И обязательно фиксируйте это. Анализируйте, сравнивайте и находите решение. Всегда есть альтернатива. Любому продукту, любому товару, любой услуге есть альтернативное решение, которое будет или дешевле, или дороже, но эффективней. Или оно будет абсолютно какое-то уникальное, которое вот только для вас. Поэтому учитесь изучать, гуглите, анализируйте, сравнивайте. Это очень интересно. Когда ты начинаешь анализировать, когда ты начинаешь сравнивать, искать варианты, ты всегда находишь идеальный вариант. Вот вы как руководители, допустим, предприятий, когда вы выбираете рекламную листовку, вы же выбираете из нескольких вариантов, правильно? Нравится, не нравится, это так вот тут там. Это не подходит, то не подходит, цвет не тот. Также вы подходите к своим, к тем товарам, услугам и продуктам, которыми вы сами пользуетесь, которыми пользуются ваши предприятия. Ищите оптимальный вариант. Посчитайте расходы. Первое, что надо сделать, это нужно посчитать расходы. Все, от аренды до закупа канцелярских товаров. Абсолютно все расходы, которые вы совершаете. Мы еще рекомендуем делать так. У меня есть коллега, которая ежедневно записывает все свои траты. Она приходит домой вечером, достает чеки, она сохраняет чеки, записывает. У нее есть блокнот, она все туда записывает. Каждый чек туда записывает все, сколько она потратила в день. Подводит итог за день, пишет, потрачено столько-то столько. В течение месяца она делает такие записи. В конце месяца она составляет анализ своих трат и смотрит, что же можно сократить. Какие траты можно убрать, а какие наоборот оставить. Что было полезно, что не было полезно. Так же и вы подходите к этому вопросу. То есть рассчитайте. Бывает такое, что на какие-то абсолютно неважные для развития бизнеса вещи уходит очень большое количество денег. Если вы ведете бизнес, то у вас каждый рубль, который вы вложили, он должен приносить доход. Затем второй шаг. Посчитайте доходы. Реальный доход. Вы уже это поняли, вы уже это приняли. Мы считаем реальный доход. Мы считаем постоянный реальный доход и считаем переменный, то есть дополнительный доход. Допустим, у вас появилась возможность сдать в аренду помещение, либо квартиру, либо еще что-то. Это считается, если эта квартира принадлежит лично вам, это ваш, ну как руководителю предприятия, владельцу бизнеса, если это ваш дополнительный доход. Если этот актив стоит на балансе предприятия и вы сдаете его в аренду, соответственно, он идет в доход предприятия и учитывается там. Но дополнительный доход я вообще рекомендую, как бы и вообще эксперты в целом рекомендуют считать отдельно. То есть не плюсовать его к основным доходам, ну чтобы не расслабляться. Первоначальный период финансового плана, мы уже сказали, что это один месяц. И в течение месяца ежедневный учет расходов и доходов. Ой, вернее расходов, расходов. Потому что это самое оптимальное начало для эффективного финансового планирования. Идем дальше. Порядок действий. Каждый день, в течение месяца, вы начинаете вести учет расходов. Желательно, ну как бы все, наверное, умеете пользоваться таблицами Excel, да? В Excel завести табличку, обозвать ее расходы и написать, сделать график и прямо писать такси, сколько. Вплоть до того, сколько ваши сотрудники, допустим, если вы им оплачиваете обед, то прям описываете там обед. Если вы ежедневно выплачиваете своим сотрудникам зарплату, напишите, сделайте отдельный пункт. Зарплата сотрудникам за день, да? Включите за сутки или за доставка, сколько у вас обошлась. Может, возможно, закуп вы делали. То есть, тоже фиксируйте и вы посмотрите. Пока у вас не будет полная картина по расходам, куда уходят ваши деньги, ничего запланировать там, в принципе, не получится. Обязательно подведите итоги расходов. То есть, вы должны знать и того, сколько в день вы тратите. Не надо среднее выводить, не надо выводить там примерное, да? Вы видите четко, сколько. Понедельник, вторник, среда, четверг, там первое число, пятое, десятое, восемнадцатое. У вас должно быть, вот, доставить, чтобы вы открыли эту таблицу и посмотрели, что 15 февраля, ой, там, января, я потратил там, допустим, вот, расход предприятий составил столько-то. Или я, как индивидуальный предприниматель, потратил столько-то. Почему? Почему? А к этому мы сейчас подойдем. Вот. И составляйте финансовый план на месяц, то есть, исходя вот из этих ежедневных. Сейчас я вам предоставлю пример таблицы. В первый раз, если вы начинаете первый раз, исключительно на месяц делайте. Не старайтесь делать его сразу на год. Это будет очень сложно. Вы потратите кучу времени. Вы будете расстраиваться, потому что вы увидите вообще эти суммы. И, ну, скажем так, позитива от этого вы не получите. Потому что к этому нужно привыкать. Вообще соблюдать дисциплину в целом, да, в том числе и финансовую дисциплину. Очень сложно, на самом деле. Это как бросить курить. Вот. Нужно шаг за шагом, цифра за цифрой, ежедневно заставлять себя это делать. Потому что, ну, для кого-то работа с цифрами, ну, это непривычная работа. Но если вы владелец бизнеса, индивидуальный предприниматель, или вы собираетесь стать предпринимателем, да, хотите открыть свое дело, вы должны знать свои цифры. Вы должны уметь ими управлять. И вы должны понимать, как работает тот велосипед, который называется финансовое планирование. По сути, как бы, методология, да, вообще в целом финансовое планирование, она всегда одна и та же. Это учет расходов и доходов. Когда вы научитесь оставлять финансовый план на месяц, когда вы приучите себя фиксировать свои расходы ежедневно, и когда вы научитесь проводить хотя бы минимальный недельный анализ своих трат, то только после этого вы можете приступать к составлению годового или более долгосрочного плана. Мы его называем еще как стратегический план, да, там, развитие на пять лет. Кто-то, крупные предприятия, они составляют на более длительный срок. Там идет не только пять, а десять, двадцать лет. Вот. Финансовый план, из чего он состоит, да, вот какие вообще туда входят показатели. Это доход, основные расходы, текущие расходы, которые разбиваются на подгруппы на основании учета предыдущего месяца. Ну, то есть вы смотрите текущий расход с транспортом и так далее, и так далее. То есть вот эти все расходы вписываются в текущие. Ежедневные расходы и непредвиденные расходы. Для начала, как бы, эту опцию можете не заполнять, но по итогам месяца вы должны будете ее заполнить в любом случае. Потому что иногда непредвиденные расходы, они могут превысить текущие, скажем так, да, которые вы запланировали. Вот. Поэтому, чтобы в следующий раз не рисковать, скажем так, учесть этот риск непредвиденных расходов, эту сумму обязательно зафиксируйте. И сбережение. Вот этот пункт в финансовом плане, он должен быть обязательным. То есть сбережение, мы его называем, ну, этот термин, как бы, да, для нас это некая подушка безопасности, некий резерв. Как раз вот на непредвиденные расходы. Потому что ситуации бывают разные. Не всегда хочется вытаскивать деньги из оборота, допустим, да, владельцу бизнеса. А иметь какой-то резерв денежных средств, из которого можно взять, а потом обратно вернуть. Вот. И если вы владелец бизнеса, и когда вы вкладываете свои деньги в бизнес, в развитие бизнеса, то вы должны понимать, что это не деньги предприятия, это ваше вложение, это ваши инвестиции, с которыми вы должны получить тоже доход. И получается, вы должны тоже рассчитать все для себя. И правильно составить финансовый план получения, как бы, прибыли от вашего вложения. Вот я сделала такой пример. Здесь не поместились все дни, я сделала, сократилась. У нас получился вот такой примерный план. Я не говорю, что это прям, вот, берите и так делайте, да, каждый может выбирать удобную для себя таблицу. Это вот пример. Вот у нас идут основные показатели, то есть я стрелочкой, если мышка видна, то вот основные показатели. Указан период. Здесь мы взяли месяц. Я взяла с 1 по 30 число. Условно, это январь. Вот. Доход. Сюда я вписала примерный размер выручки, да, в день. Если это торговое предприятие. Если у вас какой-то иной вид дохода, вы сюда фиксируете. Вот. Здесь у нас получилась итоговая сумма. Дополнительный доход. Я сюда включила. Пусть это будет аренда помещения, да, которые составляют в месяц 15 тысяч рублей. Может, субаренду вы сдаете, там, если вы снимаете какое-то большое помещение, можете разделить его пополам и сдать часть в субаренду. Тем самым получать дополнительный доход, покрывая свои расходы. Сбережения. То есть, вот тут как раз полторы тысячи рублей. Это 5 процентов, ровно 5 процентов от 30 тысяч от дохода. Вот. И в итоге мы в конце каждого месяца откладываем 5 процентов. 5. Ну, вообще мы рекомендуем 10, но для бизнеса 10 процентов это слишком много. Потому что, учитывая то, что в основном торговые предприятия, они 70 процентов от выручки тратят на запуг, да, и не всегда получается отбить потраченные деньги, то хотя бы 5 процентов откладывайте в сбережения. Вот. Возьмите, как, сделайте для себя это хорошей привычкой. Откладывать 5 процентов. Благо, что с современными банковскими инструментами, вот, например, с дистанционным банковским обслуживанием и так далее. То есть, вот, современные вот эти банковские сервисы, они позволяют делать это ежедневно. То есть, вы можете открыть депозит и на этот депозит складываете. Плюс у вас, вы 5 процентов, допустим, откладываете и на остаток по депозиту вам будет начисляться процент, который указан в ставке по депозиту. Вот. Чем не, ну, как называем это, как инвестиции, да. Вот. Вот. Основные расходы мы сюда записываем. То есть, основным к основным расходам мы относим все расходы, которые фиксированы. Это электроэнергия, аренда, зарплата, взносы, налоги. То, что все, что обязательно мы должны, кредит мы сюда относим, да. То есть, и фиксируем, разбиваем на ежедневную. Вы можете, ну, знать, например, там, 27-го числа у вас платеж по кредиту. Здесь может сумма измениться. Я поставила везде одинаковую сумму, но у кого-то она может быть другой. И, например, 27-го числа у вас плата по кредиту. Здесь, естественно, сумма будет другая. Сумма будет больше. Но зато вы будете знать, что 27-го я должен заплатить за кредит. Или там каждое пятое число я там плачу за электроэнергию, да. Или каждого там 20-го числа я плачу аванс своим сотрудникам. То есть, вот сюда вот мы все, все в эту таблицу мы все указываем. Ежедневные расходы. Ну, это те расходы, которые тратятся ежедневно. Вот тут же оплата проезда, оплата, там, курьером. Может, у вас ежедневная поставка какая-то идет, да, продукции, за которую вы должны будете платить. Если это хлеб, то, естественно, свежий хлеб ежедневно надо покупать, закупаться и так далее. И в основном за наличку, если вы рассчитываете, вы должны понимать, что вот запас налички у меня должен быть такой. Ну и текущие расходы. Сюда тоже закладываются те расходы, которые являются основными, да, по вашей деятельности. Мы получаем итоговые суммы. Вот у нас доход составляет 900, потом доход у нас 15, собережение 45, тут 60 тысяч. Вот, основные расходы у нас вышли 120, так, 285 тысяч того у нас расходов в месяц получилось. Мы высчитали из суммы дохода, дополнительного дохода и сбережения, мы, естественно, вышли все расходы и получили прибыль. Такой день у нас вышло 22,500. Это вообще идеально было бы, если бы у каждого из вас был такой финансовый план. Ну и было бы замечательно, согласитесь. Вот. Здесь я бы хотела остановиться на том, что тут вот я показала все идеально, но если у вас вдруг не будет идеально, если вы увидите, что вы в минусе, если вы увидите, что вы тратите там на какие-то статьи, да, очень много денег и тратите их неэффективно. То есть они не приносят вам никакой пользы, никакого развития и так далее. То все равно подводите итоги с удовольствием. Даже если не все получилось так, как вы ожидали, то главное найти свои ошибки. И потом уже на основе этих ошибок, изучив их, поставить для себя новые задачи и идти вперед. Потому что, ну, вы видите на примерах других, ну, то есть успешных бизнесменов, да, что в принципе для человека нет ничего невозможного. И вообще, в целом, в наше время, во время цифровых технологий, цифровой экономики и очень стремительного роста рыночной экономики вообще в целом, да, то у нас границ вообще не существует. И если вы хотите развиваться в цифре, тем более, то есть в онлайне можно очень эффективно работать. Составление годового финансового плана. Вот вы научились делать ежемесячный план в течение трех месяцев, вы четко все заполняли, вы изучили свои цифры, вы научились прогнозировать и анализировать, да. И после этого начинайте уже подготовки к годовому плану. В такой план входят все обязательные опции. Те же, которые мы, в принципе, вот с вами рассказали и показали в месячном плане. Ну, посмотрели сейчас, да, например. А также новые опции, которые имеют для вас значение. Вы можете включить в этот финансовый план уже прогноз. То есть вы сможете, можете что-то спрогнозировать на основе тех данных, которые у вас будут иметь, уже будут. То, что вы будете знать уже, что вы, допустим, те же сбережения, тот же резерв, да. Вы будете знать, что по истечению трех месяцев у вас будет 135 тысяч рублей. И вы можете эти деньги пустить либо на развитие, либо на какую-то рекламную кампанию, либо еще на что-то, да. То есть то, что даст основной, ну, как-то еще шаг вперед вы сделаете. А может это будет скачок, а может это будет огромный вообще взрыв, и вы произведете фурор, и вместе с вашим предприятием вы выйдете в лидеры. Вот, сейчас я вам хочу показать пример годового плана. Ничего абсолютно сложного. Единственное, тут вам нужно будет потрудиться в плане того, что внутри каждого месяца вам нужно будет разбить по доходам. То есть здесь внизу, вот строкой доход, можно сделать функцию, которая открывает все строчки и показывает все статьи дохода. Также по расходам, то есть можно сделать в Excel очень легко, сделать табличку, которая открывается и показывает все данные по расходам. Вот. Вообще, в целом, вы можете вести учет расходов любым удобным для вас способом. Кому-то удобно это делать с помощью карандаша и блокнота, да, кому-то это удобно делать в таблице Excel. Есть специальные планеры, можно скачать готовую таблицу с интернета. На странице Fincult.info, это официальный портал Центрального банка России по финансовой грамотности взрослого населения, там есть целый раздел, посвященный малому и среднему бизнесу. И там как раз размещаются очень полезные инструменты, которые помогают вести как личный финансовый план, так и дают рекомендации по введению финансового бюджета предприятия. Там очень много полезных советов, как получить господдержку, как даются рекомендации по введению бизнеса в целом. Рассказываются о способах инвестирования, как найти инвесторов, какими платформами для поиска инвесторов лучше пользоваться и так далее. Рекомендую вам этот официальный источник и доверяйте только официальным источникам. Таким как Fincult.info, таким как бизнес-навигатор, который очень полезен для предпринимателей, в котором есть даже примеры, готовые примеры бизнес-планов. И я сейчас хочу, чтобы вы каждый в чате написали, действуете ли вы тому финансовому плану, который вы составляли вместе с бизнес-планом. В целом вы идете по нему или нет? Вот мне интересно, потому что, когда вы разрабатывали бизнес-план для открытия предприятия, ну то есть ни одно предприятие невозможно открыть, не имея бизнес-плана, вы составляли финансовый план. И вот напишите те финансовые показатели, которые вы указывали в бизнес-плане, насколько они были близки к реальности, к тому, что вы сейчас имеете. А может быть, даже эти финансовые показатели лучше, чем те, которые вы указали в бизнес-плане. Мне очень интересно на самом деле, как это у вас работает, и как вы вообще ведете финансовое планирование, потому что хочется получить обратную связь. Вообще, в целом, интересна для вас эта тема, неинтересна. Как бы стали вы применять те инструменты, которые я вам сегодня показала, и может быть, вас напугала теория. Но на самом деле ведение финансового плана предприятия и ведение личного финансового плана вообще никак не отличается. Если вы ведете любой финансовый план, планируете свои расходы, фиксируете свои доходы, знаете, что и куда вы тратите, то никаких неприятных сюрпризов вас ждать не будет на самом деле. И в этом ничего сложного нет. У нас уже скоро будет заканчиваться время. Давайте еще некоторые советы по составлению годового плана мы посмотрим. Обязательно нужно указать полный перечень своих активов, чтобы выявить активы, которые можно было использовать для привлечения дополнительного заработка. Например, сдача в аренду уже имеющейся недвижимости. А также активы, в которых, по сути, нет необходимости, но они требуют постоянных расходов. Допустим, у вас есть гараж, и там стоит машина. Вы зимой на машине не ездите, но за гараж вы платите, а машина стоит, вы ездите на такси, и получается, еще и платите за коммунальные услуги. Хорошо, если это ваша собственность, а если это аренда. Помните, что активы должны быть максимально полезными и приносить доход. Обходитесь по возможности без кредитов. Об этом я говорила вам в самом начале, что если вдруг вы выбираете кредит, то этот кредит, он должен принести вам прибыль. То есть вы должны понимать, что беря в долг, в кредитные средства, под определенный процент, вы должны заработать, ну, как минимум, на 30% больше. И кредитная нагрузка не должна превышать 30% от вашего дохода. И когда вы оформляете кредит, если у вас на расчетном счете 0 рублей на остатки, то есть нет никакого резерва, нет никаких остатков по счету и вообще как бы движения в целом нет. Ну, к сожалению, тогда вообще вам банки откажут кредит. Это не только банки, но и службы по государственной поддержке. Поэтому вы отнеситесь к открытию расчетного счета, введению, там, садись, предлагают и зарплатные проекты, и иные программы по введению банковских вот этих операций, да, с бизнесом. То есть очень много продуктов и услуг, которые на самом деле могут упростить жизнь предпринимателя. Даже при оформлении кредита и введении расчетного счета и инкассации и так далее, и так далее, то есть вот эти все моменты, этой головной боли можно избежать, просто грамотно заключив договор с банком. В случае появления чистой прибыли, доходов, то есть это вот соотношение, что ваши доходы больше, чем расходы, желательно ее сразу же инвестировать с целью получения нового дополнительного заработка. То есть старайтесь наращивать свои активы, старайтесь обрастать полезными ресурсами, которые в будущем обеспечат вам этот баланс, защитят вас от рисков, позволят вам в течение, если мы физлицам рекомендуем составлять подушку безопасности как минимум с трехмесячным доходом, то у предприятия это должен быть годовой запас. Это идеальный вообще резерв. Если у вас будет такой запас, то вам никакой кризис не спрашен, и вы будете готовы к новому. Вы будете готовы открывать новые бизнесы, вы готовы будете узнавать новые сферы, вы будете готовы ко всему новому. Вот появляется что-то новое, а у вас деньги есть, и вы знаете, что вы на это готовы. Это же супер, это же круто. И вы будете знать, что эту рекламную кампанию я осилю. Или вам не придется там наскребать на рекламу на телевидении, потому что она стоит очень дорого. Вы уже можете приглашать популярных блогеров, которые достаточно там сделают один репост у себя в социальной сети, и вы получите тысячи клиентов. То есть вы будете к этому готовы. И мы, как волонтеры, волонтеры финансового посещения, как финансовые консультанты. Мы хотим, чтобы вы пришли к этому. То есть наши, в принципе, вот эти вебинары, они направлены на то, чтобы показать вам инструменты, которые вы можете уже сегодня применять. Также, когда вы будете составлять годовой план, вы можете туда вписать дополнительные опции расходов на медицинское обслуживание, на ежегодный отпуск, на подарки. Вообще, как бы, это же очень актуально, вот подарки, да? У нас есть там 23 февраля, вот на днях, 8 марта. Потом у нас идет 9 мая, 1 мая. Потом у нас эсэх. Это самый главный наш праздник, да, в регионе. Потом идет у нас 1 сентября, допустим, какие-то подарки. И Новый год. Вот. И вы можете уже запланировать, что вот тогда у вас, если вы дарите своим сотрудникам подарки, как руководитель, то вы уже можете зафиксировать себе. Так, у меня 23 февраля, у меня там мужчина, допустим, он 10 человек. Я покупаю им там подарков на 20 тысяч, и у меня будет стоить. Я их поздравлю достойно. И своих партнеров вы также учитываете, то есть вы будете знать точное количество партнеров, там, допустим, их 17 умножаете, условно, на 2 тысячи. Из расчета там букет, какой-то приятный сюрприз, которым ваш партнер будет только рад, да? Вот. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, используйте этот ресурс, используйте этот инструмент, для того, чтобы не забыть, для того, чтобы расклонировать, для того, чтобы, во-первых, любая коммуникация положительная, она все равно приносит свои плоды, даже если это какой-то не финансовый ресурс. Вот. Вы можете заложить капитальный или косметический ремонт. То есть вы можете сопоставить. Вот у вас будет дополнительная сумма. Допустим, ага, требуется. Мы тут сделаем, поменяем там вывеску в сентябре. Вот. Или сделаем там ремонт в этот. Купим новые ковры на зиму, да, на улицу, чтобы кто-то старый из художника. То есть, ну, вот таким вот образом. И вы все это будете, вы все, ко всему будете готовы. Это или не здорово? Это же здорово. Спасибо вам, дорогие участники. Контактная информация для вас. Это наш аккаунт в сети Instagram, CFOG Якутия. И мой номер телефона, по которому в WhatsApp я готова ответить на ваши вопросы. Включить вас в группу, если есть желание. У нас есть группа по финансовой грамотности, где состоят все волонтеры финансового просвещения, включая сотрудников государственных органов. И буду рада видеть вас на наших занятиях. Сразу, как бы, такой небольшой спойлер, что вот в марте у нас наш коллега должен будет провести как раз лекцию про инвестиции. Я думаю, что это будет очень интересно, особенно после финансового планирования. Спасибо вам большое, дорогие друзья. На этом наш урок заканчивается. Спасибо.